когда я впервые познакомился с кунг-фу пандой мне было всего около 10 лет и уже тогда я моментально влюбился в это произведение я смотрел на экран и внимал происходящему живописным пейзажем городам которые кажется будто существуют в реальности завораживающим сражением и огромной просто колоссальной философии этого творения кунг-фу панда это мультфильм подобные которому выходит единожды в десятилетии то насколько авторы подрудились над мультом сколько всего не вложили в это произведение действительно завораживает и конечно все вше сказанное относится именно к первой части кунг-фу панды той части которая внесла просто невероятнейший импакт в мировую анимацию и души зрителей я чертовски обожаю этот мультфильм в детстве я был восхищен картинкой музыкой драками и историей в более сознательном возрасте я стал больше замечать те идеи и философию которые составляют весь мультфильм кунг-фу панда мастера гвей странной черепахи стал для меня настоящим учителем история по обрела гораздо больший смысл чем в детстве а диссонанс шифу стал мне понятен как никогда раньше я не колеблись могу назвать этот мультфильм гениальным и сегодня я покажу и расскажу вам почему создание мира кунг-фу панды проходила действительно масштабным образом авторы проделали настоящее путешествие по китаю чтобы создать эти чудесные пейзажи которыми напичкан мир мультфильма анимация для восьмого года произвела просто фурор ведь глядя на нее спустя 12 лет она все еще выглядит отличной но куда больше интерес у меня к самой истории философии и персонажем всей истории суть 1 кунг-фу панды крутится вокруг нескольких фраз огвея до которых мы скоро доберемся в мультфильме я бы выделил три героя на которых держится основная история произведения это безусловно по огвей и шифу по естественно выступает основным звеном между нами и основной историей в мультфильме по каждый сможет увидеть себя он неуклюжий много ест и в целом у него мало что получается у него есть мечта то к чему он хочет стремиться это кунг-фу он вынужден заниматься тем чем ему не нравится в отношениях по и его отца можно четко увидеть то что широко распространено в наше время отец хочешь чтобы он делал лапшу а по хочет быть связан с кунг-фу это как по притворяется что ему приснилась лапша прошлой ночи показывает нам насколько он далеко от своей мечты именно в тот момент когда он пренебрегает лапшой у него появляется шанс стать тем кем он стать даже и не мечтал казалось бы толстую жирную панду называют величайшим воином в истории как такое вообще возможно это случайность случайности не случайно именно эта фраза огвея стала наиболее запоминающийся для каждого зрителя кунг-фу панды именно эта фраза стала квинтэссенцией всего мультфильма именно она занимает важнейшую роль в понимании философии огвея и всего мультфильма на английском она звучит так there are no accidents случайности не бывает случайности не существует или случайности не случайны и дело в том что огвей не просто говорит какую-то фразу вроде случайности не случайны или прошлое нужно забыть и тому подобное то что он имеет в виду это то что даже если тебе кажется что произошедшее не должно было произойти что то что собой происходит это случайность то тебе стоит пересмотреть свой взгляд на этот мир то что он говорит это то что все что происходит в мире и должно происходить иначе и быть не может любая ситуация которая случилась с тобой какой бы ужасно на ней было она должна была произойти и она произошла огонь говорит что мы должны принимать все что кажется на первый взгляд случайностью и мы должны учиться работать с тем что имеем ведь прошлое изменить нельзя что она говорит в одной из бесед спа тебя слишком занимает что было и то что будет мы должны играть с тем мечом который бросает нам судьба даже если это толстая неуклюжая панда которая только и делает что есть пельмени целыми днями весь мультфильм кунг-фу панда об этом также мастер говорит что нужно верить это значит что если ты веришь в то что имеешь если ты веришь и надеешься на то что судьба кинул тебе и любая случайность может стать твоей судьбой это именно то что происходит кунг-фу панде выбор по в качестве воина дракона кажется немыслимым это кажется случайностью и наибольшее разочарование демонстрирует шифу он просто не может поверить что он тренировал пятерку столько лет и в итоге вы нам дракона оказывается толстая панда которая в жизни не занималась кунг-фу для него это шок и он не хочет это принимать шиву кажется что все что происходит в мире зависит от него ему кажется что он может убрать панду и найти нового воина дракона не мог кажется что он может остановить побег тайлунга но именно убегает судьбы он там ее и встречает прям перед своей смертью углы говорит следующее из этого семени вырастет персиковые дерево ты можешь хотеть чтобы выросла яблоня но вырастет персиковые шифу как и нам с вами каждый раз кажется что все зависит от него но на деле все не так мы просто люди а весь мир вокруг движется вне зависимости от нас все люди живут также вне зависимости от нас если кто-то из нас умрет в мире ничего не поменяется если улет какой-то великий богатый человек по сути тоже ничего не изменится в масштабе нам кажется что нас есть контроль на деле его нет все что у нас есть это контроль над нашим телом и мыслями это порой неполный именно этому и учится шифу принимая то что у него есть и принимает то что он не может изменить он учится новому способу обучения по посредством еды позже в свою очередь также находится в сложном положении все хотя чтобы он ушел и единстве кто в него верит это угвей именно эта вера поддерживает по в его пути он все время пытался быть похожи на кого-то еще но только тогда когда он понимает что его сила именно в том кто он есть только тогда когда он понимает что секретного ингредиента нет он становится самым сильным воином во всем китае один подписчик даже предложил идею о том что кунг-фу панда это расцвет идеи боги позитивизма и принятие себя купитного человека но я пожалуй воздержусь комментариев по этой идее вся философия кунг-фу панды построена на древнейших мыслях наших предков стойков буддистов до ассистов и прочих эта мудрость ведь со всех сторон того замечательного мульта для меня вероятно она навсегда останется сопутствующей в моей жизни весь мультфильм сделал невероятно качественно сложно определить какой гигантский труд ложили авторы создание мультфильма лично я просто обожаю восточную мудрость культуру и прочее именно это является важнейшим аспектом вселенной кунг-фу панды создатели вдохновлялись мультфильмами хаяо миядзаки именно поэтому мир города и природа в этом мире кажется такими живыми миядзаки прекрасно умел передать это в своих картинах о чем мы кстати поговорим в одном из моих следующих видео и конечно кунг-фу панда не был бы кунг-фу пандой без одного человека а именно джека блэка который буквально является по он и панда это чуть ли не одна и та же личность именно джек придал панде все ништяки которые мы привыкли смешные фразы неуклюжие движения некую казуальность и так далее на русском языке воина дракона сыграл михаил голустян и я думаю что он справился на ура и лично мне теперь сложно смотреть кунг-фу панду в какой бы то ни было озвучки кроме русской также постарались и переводчики которые очень интересным образом локализировали фразы с оригинала на русский ты кто такое что ты можешь ты никто понял ты моего друга этот мультфильм подходит абсолютно для всех возрастов я бы сказал его без проблем можно включать как самым маленьким так и уже взрослым и даже пожилым людям я уверен что для каждого из них он будет одинаково интересным во многом это объясняется тем какой подход избрали авторы при создании мультфильма они пошли по стопам аватар легенда о банге добавив мультфильм забавные шутки драки и при этом сделали его наполненным и интересным для взрослого зрителя и все это закрепляется прекрасной анимацией и музыкой которые сделали кунг-фу пандой такой какой мы знаем ее сейчас в данном ролике я намеренно не трагивал 2 3 мультфильмы ведь они как мне кажется далеко не такие продуманные интересные как первая часть в них есть свои плюсы но я считаю что их минусы перечеркивают хорошие аспекты но если на этом видео будет большая активность то я пойму что вам это интересно и сделаю видео проблемах 2 и 3 частей я очень долго подходил данному ролику сценарий к нему я переписал бесчетное количество раз я пытался сделать его максимально хорошим но получилось конечно не совсем так как я задумывал изначально поэтому если вам понравилось и вы хотите больше подобных видео то прошу вас поставить лайк и написать какой-либо комментарий для продвижения огромное значение для этого видео сыграл ролик вот этого парня поэтому если заинтересованы в кунг-фу панди то обязательно гляньте его видео я вдохновлялся именно им на этом пожалуй мы сегодня закончим огромное спасибо за просмотр и как всегда еще увидимся